Наверное, полтора года назад возникла такая идея издавать, задумать издание богослужебное песнопение из архивов отечественных православных храмов. Мысль как бы это давно сидела во мне, я понимала, что ведь у нас очень много хранится, особенно по городам нецентральным, где-то в храмах, в подвале иногда, и в не очень сохранных, полагаемых для таких вещей условиях, рукописи, по которым раньше пели, а сейчас, допустим, они не используются в обиходе, и они как бы не нужны, и к ним отношение такое, как бы, ну, не нужно, ну, вот лежат и не выкидывали вроде бы, но и не хранят, да, и все время жалко, что вдруг это пропадет. И вот таким толчком, катализатором к тому, что мы все-таки начали эту серию, на самом деле был контакт с нашими коллегами из Ростова-на-Дону. Константин Анатольевич Жабинский сначала обратился и сказал, вот есть у нас замечательный исследователь, она тогда еще была кандидатом исторических наук, сейчас уже доктор исторических наук, но она регент там в храме, да, и в Ростове-на-Дону, и она, собственно, нашла, вот собрала, сохранила, сфотографировала там все эти рукописи донского композитора и регента Ершова, и она говорит, ну, издать мы не можем, они даже сделали нотный набор, и так вот это лежало и ждало, и, конечно, я уже подумала, ну, просто вот наша задумка сошлась с тем, что у них уже вот практически есть. И я попросила Аллу Валерьевну написать статью, чтобы мы понимали, кто, потому что, конечно, понятно, что там, наверное, в Донской епархии это имя известно, и некоторые сочинения Ершова переписывались, и просто по храмам в таком рукописном виде, ну, сейчас уже, понятно, позволяет и нотный набор, да, нам программы всякие делают, но все-таки это как-то кустарно вот так вот распространялось, а мы уж здесь точно этого не знали, не слышали, и я подумала, ну, вот надо, наверное, начинать, и мы запустили это дело, и мы подготовили сборник, сборник прошел уже рецензирование на кафедре, и вот сейчас мы ждем, чтобы сделать это учебным пособием к нашим курсам, которые здесь читаются на разных факультетах, и одобрили Ирина Арнодовна Скворцова и Лев Зинович Конторович, чтобы это было как минимум для музыковедов, для научно-композиторского, то есть факультета, и для дирижеров-хоровиков, для факультета симфонического хорового дирижирования, именно в качестве учебных пособий, к лекциям, к курсам, к практическим занятиям, которые мы читаем, потому что это можно петь, это можно изучать, это можно смотреть с точки зрения музыкальной полиографии, потому что мы будем публиковать целиком рукопись в приложении к набранным партитурам, вот, и таким образом, как бы вот эта издательская часть, вот она уже готова, и мы подумали с нашим хором, а почему же, собственно, не спеть, если у нас в центре есть хор, который может это исполнить, и тогда Михаил Котельников, дирижер хора, прям встречное такое предложение, ну так мы же на ордынке литургию поем, давайте мы прям вот всю службу запишем из песнопений Ершова, а я поясню, там у него полный цикл литургии и все ночные обдения, причем некоторые сочинения есть прям в пяти, иногда в шести вариантах, то есть там отца и сына номер один, номер два, номер три, скажем там, да, выбиралось, вот, и понятно, что одновременно за богослужением ты же не можешь пять-шесть вариантов исполнить, вот сделали такой отбор, выстроили службу, благо молодежный хор, ребята все энергичные, молодые, все это как-то вот удачно совершилось, да, и мы привлекли наших замечательных партнеров, с которыми мы уже делали в прошлом году, уже даже в позапрошлом году получается, комплект из компакт-дисков, которые я вам представляла на прошлой конференции, вот фортестные песнопения, да, из трех дисков, помните, это я показывала, вот, это, собственно, очень-очень качественно сделанная звукозапись была, и мы поняли, что мы можем пойти дальше и не остановиться на звукозаписи, но все-таки сделать видеофиксацию, помимо того, что это многоканальная аудиозапись тоже была, вот, и Владимир Соколов, который здесь присутствует, он потом тоже, я надеюсь, скажет нам о том, как это с технической точки зрения все осуществлялось, потому что принципиальная идея, конечно, записывать такие сочинения в храмовой акустике, да, мы могли бы, конечно, встать в консерваторию и спеть здесь, и никаких бы нам трудностей технических бы даже это не предоставило, но все-таки услышать, как это, ведь он же писал для службы, и как это исполнялось в службе, чередуемой с вокалами священника и так далее, то есть вот со всем процессом богослужения, и вот это как-то удачно все сложилось, и 30 марта, суббота, прям незадолго до начала конференции мы осуществили эту запись, и я, конечно, очень волновалась, чтобы мы успели все смонтировать, и чтобы это получилось достойно для представления вам на нашей международной конференции, я, наверное, сначала попрошу, прежде чем рассказывать уже о рукописи, о сочинениях, два слова сказать Льва Зиновича, вообще о нашем молодежном хоре, да, как он возник, как возникла эта идея. При центре долгие годы существует осматикон, это великолепное совершенно явление, потому что участники владеют многими моментами, которые не владеют певцы хоров обычного, вот, и они посвятили свою деятельность, вы знаете, старинной нашей православной музыке в самых различных аспектах, это очень важно, но нам хотелось чуть-чуть расширить наши возможности, нашего центра, мы создали смешанный хор, который исполняет, конечно, музыку тоже различных эпох, но хотелось, чтобы и более поздняя музыка звучала, и даже музыка современных авторов, вот, я на этом настаиваю, потому что продолжается деятельность в этой области, и наша задача выбрать то, что в какой-то степени, ну, на наш взгляд, мы не можем считать, что наш взгляд объективный, но на наш взгляд соответствует тому, что, в общем, должно звучать, и я надеюсь, что то, что вы сегодня увидите, услышите, это не последняя работа, а будет много новых работ, и я очень благодарен всем, кто занимается вот и с этим хором, и кто помогает записывать, может быть, снимать, я даже не знаю, там, по-моему, и в съемке, это все тоже остается, это очень приятно, так что больше ничего, я искал два слова, у меня все. Большое спасибо, Леонид Иванович. Если можно, следующий слайд, там как раз название этого проекта, потому что я его произнесла, да, вот, собственно, сегодня это презентация песнопения и литургии, да, Донского церковного композитора и регента, Александра Тимофеевича Ершова, вот, годы его жизни здесь тоже указаны на слайде, 1869-й, 38-й, ну, вы понимаете, да, если это 38-й год, в каких условиях завершилась его жизнь, к сожалению, да, трагически, вот. Я, наверное, сейчас, если меня слышит Алла Валерьевна Шадрина, есть ли она у нас такая? Здравствуйте, Алла Валерьевна, может быть, мы сейчас вас и увидим. Здравствуйте, во-первых, конечно, без вашего такого собирательского, сподвижнического труда вообще бы это ничего не состоялось, и мы бы в Московской консерватории точно бы не знали музыку этого великолепного композитора. Вы знаете, вот, когда мы спели целиком литургию, я уже забегаю вперед, да, скажу свое эмоциональное впечатление, просто вышли ребята уже потом из храма и говорят, а вот некоторые сочинения можно прямо взять и петь постоянно, это не то, что мы разово, очень милость мира, например, понравилась, да, но еще несколько, именно как это звучит, вот, в храмовой акустике, в том соединении, как мы привыкли, да, здесь в Москве, вот, слышать литургию, вот, то есть для нас просто, вот, там есть прям жемчужинки, которые, большое вам спасибо, что вы так вот сохранили, сберегли и поделились с нами. Ну, вот, я надеюсь, я вас просила, что вы нам скажете немножко о том, кто, собственно, был такой регент и композитор Ершов, да, что-то вот прям пропедалируйте нам основное про него, интересно, и, конечно, про то, как вы, я думаю, архивную работу проводили, как вы это искали, нам очень интересно услышать. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, я с удовольствием расскажу о моем опыте. Дело в том, что осмысляем вообще вот исторические процессы, особенно связанные с Знамским регионом, я уже, я вынуждена именно этим регионом заниматься, поскольку я здесь проживаю уже достаточно большое количество лет. Я обратила внимание, что регион поющий и совершенно невежественный и незнающий. Почему незнающий? Да потому что, наверное, неинтересно. Регенты каким-то образом собирали ноты, потом они забирали их с собой, их архивы остаются неизвестными, все прячется и ни с кем никто не делится. И на этом фоне мне удалось найти две тетради. Наверняка в процессе пения вы увидите сканы из этих тетрадей. Они написаны рукой самого Ершова. Они написаны хорошо, и даже вот разбирая многие партитуры, удивляешься, как он скрупулезно это все выписывал. Он ставил пометки о том, где ретнуто, где, допустим, там какие-то очелеранды и так далее. Для него это было важно. Ершов был донским церковным композитором. О нем известно, к сожалению, весьма и весьма мало. Потому что память не сохранила о нем сведения. Ко мне даже как-то обращались муж и жена, сказали, вы знаете, мы, наверное, его родственники. Попытались поискать, но выяснилось, что не родственники. Они певчие храмом были. О нем известно из донской периодики революционной то, что он был регентом в храмах Новочеркасска. Но это столица донского казачества. Это не сейчас город, который советскую власть, так сказать, очень сильно потерял много. Это была настоящая столица с величественными храмами. Особенно производят впечатление собор кафедральный, построенный по проекту Ященко, который являлся третьим в Российской империи по своему величию. И, ну, собственно, и по своему благоукрашению, которому очень много внимания войсковое правление уделило. Он был в том числе и там регентом. К сожалению, не удалось на сегодняшний день найти, какое учебное заведение он закончил. Это было бы чрезвычайно важно, потому что, как он писал, свидетельствует о том, что образование он явно получил. Голосоведение, легкость фактуры. И вот совершенно справедливо вы заметили, эти партитуры легко петь. Легко петь даже в современных условиях, когда певчие приходят на службу, они не знают, что петь, перед ними стоят ноты, и они поют. И поют хорошо сразу. Ну, как-то вот современные условия того требуют. То есть, явно он получил образование. Он всю свою жизнь работал в храмах города Новочеркасска. Сохранилось сведения о том, что до революции он в Новочеркасске собрал большой коллектив, порядка 60 человек. Ну, ясно, что это не профессионалы в том смысле, как мы сейчас понимаем, и даже давал концерт с этим хоровым коллективом. Что они пели, как они пели, к сожалению, не сохранилось. По всей видимости, музыковеды, если возьмут в качестве объекта исследований личность Ершова, им будет очень многое. Интересно, что еще поискать. Ну, у меня-то была задача, мне попали в руки эти ноты, и я случайно, по воле судьбы, нашла уголовно-следственное дело в архиве Управления Федеральной службы безопасности по Ростовской области, из которой мне стали известны некоторые нюансы. Где он служил в качестве регента, что он был регентом, о том, что у него была жена, что у него не было детей. Это вот вкратце-вкратце. И в конце концов, его как регента обвинили в участии в сфальсифицированной церковно-монархической организации. Эта организация была сфальсифицирована. Я очень много работала с разными уголовно-следственными делами, и в конце концов я нашла, что это был действительно фальсификат. в которой признали в фактах реабилитации. Ну, в реабилитации Ершова это не прописано, а в тех людях, которые также были по этому уголовному делу обвинены, это прописано. Он в период закрытия церквей в разных храмах был. Поэтому то, что он написал, вероятнее всего, было опробировано им во время его жизни. Скорее всего, эти партитуры исполнялись, и только после исполнения они были записаны. Потому что некоторые пометки в нотах, некоторые исправления свидетельствуют о том, что, скорее всего, сначала это прозвучало, а потом он где-то правки внес. Это написано в большой тетради, зеленого, такого зеленоватого цвета, в двух тетрадях. Первое «Все ночное бдение», в котором он активно использовал напевы, и литургия, в которой он напевы не использовал. Это авторская музыка. Конечно, там прослеживается влияние и городской культуры, и так далее. Но я думаю, что это уже музыковики могут разобрать более подробно. Я только в целом остановлюсь на том, что он в 1937 году завершил запись этих песнопений. Причем видно, что это уже был последний вариант, чистовик. Потому что, например, вот те самые номера номер один, номер два, номер три, то есть варианты песнопений написаны друг за другом, не в конце, не в разнобой. И именно этот вариант был подарен им священнику, его имя не указано. И какими-то неведомыми путями эта партитура оказалась у меня. Знали ли о нем в городах Ростовской области? К началу 2000-х годов уже практически не знали. Память ушла. Сохранились сведения, что где-то там по бумажкам что-то пели. Но когда начался обвал песнопений в интернете, естественно, наши регенты не утомляли себя поиском аутентичных версий. Часто они поют бог знает что, но, к сожалению. И Ершов отодвинулся. И сейчас мы фактически, вот то, что сейчас происходит, это знаменательный факт не просто сохранения памяти, не просто сохранения памяти материального источника, но это еще и мемориализация памяти, потому что звучащая музыка композитора, который был расстрелян в 1938 году, а потом о нем забыто было почти на очень многие десятки лет. Это чрезвычайно важно. Но я больше не буду утовлять. Пожалуй, это все, что я скажу. Благодарю вас за внимание. И я надеюсь, что этот проект будет продолжен. Большое спасибо, Алла Варьевна. Я думаю, что кроме вас никто бы так нам не рассказал тепло и горячо об этой личности. Я думаю, что, знаете, может быть, мы будем поступать так. У меня видео все, 19 с небольшим минут, но там разделено специально по песнопениям. И может быть, как раз уместно послушать 3-4 минутки и потом кому-то дать слово, чтобы это было не перегружено. Вот я попрошу сейчас запустить видео. И первые два номера мы послушаем, они коротенькие. И дели, и приспом, и на веки веков. Аминь. 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 Святый Боже, Святый, Крек и Святый Бессмертий, помилуй нас! Песня «Святый Боже» 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 Дело в том, что первое, на что обращаешь внимание, что большинство повторяющихся частей, о которых говорила Анатолия Валерьевна, использует большое количество солистов. Например, в фрагменте «Сугубо и ктенье» используется женское трио соло в сопровождении хора. Или в дуэте отца и сына используется женский дуэт в сопровождении хора. Во время записи на богослужение мы постарались представить все разнообразие и весь спектр песнопений сборника Александра Ишова. Во время свободной службы в храме иконы Божьей Матери всех скорбящих радостей на Большой Рудынке мы исполнили все песнопения литургии оглашенных и литургии верных. И исполнили также символ веры и молитву Господню в том числе, несмотря на то, что зачастую эти песнопения используются, исполняются народом. Дальше мы исполнили в качестве предчастного концерта мы использовали два фрагмента. Это фрагменты отца и сына и соло-сопрано в исполнении Алены Кузнечиковой и отче наш соло-альта в исполнении Аны Мендзер. Таким образом, наша запись является первым зафиксированным аудио и видео исполнением литургии Александра Тимофеевича Иршова в момент совершения службы. Без возможности сделать второй дубль, что особенно важно в храмовой акустике. Большое спасибо. Спасибо вам большое. Я действительно очень переживала, как это вот с одного раза записать и понимала, что у нас не будет еще одной субботы, чтобы сделать еще один дубль, а представлять на конференции нужно. И ребята действительно великолепно справились. У нас брак был, по-моему, в каком-то одном номере, и то не по нашей вине. Что-то железное волочилось по полу, и в общем номер таким образом был забракован. Хотя он слышен, конечно, но не для представления. Если можно, мы сейчас послушаем Херувинскую и продолжим там запись, где она прямо остановилась. Херувинская Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Наверное, страшное для церкви, для нашей И композитор, который написал эту музыку Мы в момент, когда делали производство Мы прекрасно понимали Может быть, что мог чувствовать композитор Который создает такую музыку в этих условиях И, конечно, наша задача была В первую очередь Мы, конечно же, могли Сделать эту запись И записать ее в концертном зале Или, может быть, даже в храме Но, может быть, при закрытых дверях Но нам очень хотелось Передать, может быть, Атмосферу И мы, когда Делаем такие записи, конечно же Мы очень тщательно подбираем И мы изучаем акустические особенности Каждого зала И храм Иконы Божьей Матери Всех скрабляющих радостно-большой ордынке Для нас очень известен В плане акустики Потому что мы сделали Там не единую запись Но сложность заключалась в том Что было принято решение Сделать эту запись прямо на службе И чтобы вот эта премьера А, наверное, можно говорить Слово премьера Потому что в 21 веке Эти произведения Мы слышим впервые Нам захотелось Передать эту атмосферу И, конечно, мы сталкивались В процессе записи С каким-то небольшим Сложным инструментом И сказал, что Конечно, невозможно Сделать совершенно чистейшую Запись, когда идет служба Когда огромное количество Людей в храме Да, храм был просто наполнен Дело в том, что это была Родительская суббота Да Это было 30 марта Буквально недавно Храм был полон людей И наша задача была Сделать так, чтобы мы Не помешали никаким образом Ходу службы Чтобы мы не отвлекли Никаким образом Прихожан от молитвы И, наверное, на примерах Это видно, что Вся наша площадка На которой мы работали Она была очень мала Но нам показалось И нам кажется, что Мы на этом этапе На первом этапе Мы смогли Сделать это великое дело И очень хотелось бы Конечно, поздравить Наталью Варену и вас За эту невероятную работу Которая была проделана И всему Научно-творческому центру Московской консерватории И надо сказать, что Происходит Восстановление исторической памяти Происходит То, что мы сейчас слышим Это произведения Которые навсегда Войдут в архивы Нашей русской культуры Начала 20 века И нам очень радостно И мы очень рады За то, что мы сопричастны Этой работе Вместе с вами Также хотелось бы Очень поблагодарить Настоятеля храма Все скорбящие радости На Большой Ордынке Протерея Николая Лещенюка Потому что Именно с его благословения С его разрешения Мы сделали эту работу И, конечно же Поблагодарить хор Под руководством Потому что Это было невероятно Это были сжатые сроки Это просто невероятный Профессионализм Который ребята Показали Я думаю, что Вы все прекрасно Это слышите И, конечно Михаила Котельникова Который Сделал эту работу Уже непосредственно На В процессе На таком уровне Спасибо большое Спасибо Я очень надеюсь Что наше с вами Сотрудничество Продолжится Потому что Когда видишь результат Сразу возникают Новые идеи И хочется Спасибо большое Еще хотелось бы Очень отметить Моего коллегу Дмитрия Пучерина Который Сделал Невероятный монтаж Этой службы Это было непросто Но очень хочется Да Я просто изначально Когда просила Думала Ну на одну камеру Ну просто Чтобы увидеть Хотя бы ребят Как это Мы понимали Что это будет архив Мы понимали Что это будет На века И хотелось сделать Красиво Спасибо Большое спасибо Вам Спасибо Давайте Я думаю Там осталось Два фрагментика Которые Есть в этом ролике Мы их специально Отобрали Вот из всей службы Я думаю Что 19 минут музыки Это как раз Оптимально Ну у нас там Осталось уже Кусочек маленький Дослушать Мы его дослушаем И я потом Просто долистаю Рукописи Большое Он Свои Сына Он Он Свои Сына Тихо Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Он, чел наш, и живи с ним на небесе, На святей столея твое, на рыбе твое, на рыбе твое, Да будет воля твое, я буду на небесе и на земле. Хреб наш, насушный, дашь нам есть, И оставит он долгий наш, Я, Боже, и мы, оставляем нужников наших. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, это видео закончилось. Там можно долистать, по-моему, два слайда из тех партитур, которые мы недопоказали. Мы на Тресвитон завершили, значит, четыре слайда будет. Вот Херувимская так выглядит в рукописях. Отца и сына номер пять, то есть он двадцатый по общему счету, но номер пять из отца и сына. Это «Милость мира» вот вторая, да, мы исполнили. И «Отчинаш», который последний, все, дальше там уже другие слайды на завтра у меня подготовлены. Вот я решила именно на послушивание «Отчинаш» как-то вот. И вообще мы когда монтировали как-то, и ребята так решили, что вот на этом как раз и закончить хорошо. И говорить ничего лишнего, я думаю, не надо. Я только хочу еще раз поблагодарить, во-первых, всех, кто мне помогал, и кто это осуществил, и наш хор, и всех, кто записал наш хор, да, Владимир Вас, и всех ваших коллег. Вот, и, конечно, Алла Валерьевна, если вы нас еще слышите, без вас вообще бы мы эту музыку не знали, не видели и не смогли бы исполнить. Поэтому от всех моих коллег вам тоже большая благодарность. Спасибо большое. А я даю прекрасный хор, мне было очень трепетно слушать, как уже забытая получила жизнь. И в таком прекрасном исполнении спасибо вам большое. Спасибо, да. Но вы видели, что там маленькое пространство, и мы поставили только по 4 человека на партию, больше там бы не влезло. Да, у нас хор, конечно, может собраться и в более масштабном составе, но здесь... Можно мне сказать? Да, Лев Зинович, пожалуйста, ваше экспертное мнение теперь. Экспертное, но, может быть, не для всех. Вы знаете, нет, я действительно благодарю всех, кто принимал участие в этом. Что касается записи звука, я всегда ругаюсь со звукорежиссерами, сегодня не буду. Вот, что касается солистов, хотелось бы, чтобы его можно было бы показать, только баритона, почему бы не было возможности увидеть. Вообще, просто еще раз вам огромное спасибо, я понимаю. Вот в связи с тем, что, опять-таки, хочу напомнить, что мы с вами собрались по поводу Николая Голованова, и он именно тоже писал все в стол. Да, тогда же. Писал в стол. И его сочинения, вот они заслуживают, они сейчас звучат, слава Богу, и я думаю, что они будут звучать еще много-много, потому что, на мой взгляд, самый достойный продолжатель Рахманинова – это Голованов. Когда мы слышим его музыку, мы слышим, что это просто оттуда, естественно, возрастает. В связи с тем, что мы сейчас были в храме на Ордынке, я вам напоминаю, что в субботу, кто хочет живьем увидеть службу и услышать пение хора, будет звучать все ночные Рахманинова, приходите, вход свободный, будет служба настоящая, и настоящее звучание там два хора, так что вы получите удовольствие. И еще раз всем большое спасибо. 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 Спасибо.